Моя работа в Киеве здесь, она связана не только с преподаванием в академии, там и в медуниверситете. Естественно, я оперирую в других клиниках. Вот Дева клиника, одна из, я бы сказал, передовых клиник в области развития стволовых клеток. На начальном периоде они очень серьезно подошли к созданию этих клеток. Были подняты реально очень большие ученые, привлечены к этой работе. И созданы реально очень хорошие клетки. И, конечно, в последние несколько лет, вот мы, начиная с 2017 года, с ними работаешь, вот, с 2016, даже в 2017, мы уже предоставили наши данные на Всемирном Конгрессе, который проходил в Бостоне, именно по стволовым клеткам. И там мы дали наши первые результаты о применении стволовых клеток у пациентов с язвенным колитом, болезнью крона. Это очень неприятная болезнь и язвенное поражение толстого кишечника, тонкого кишечника. Она идет с такими периодами ремиссии, но неполного выздоровления. И люди очень страдают, худеют, вообще теряют работоспособность, как правило, как инвалидизируют практически этих людей. И на фоне этого может развиваться и рак кишечника. Вот, вот мы взяли таких вот пациентов и стали лечить их стволовыми клетками. И вот, как процесс этот идет? Стволовая клетка, да, она, в принципе, когда вводится в организм, вот, она как бы старается найти, где процесс, которым они необходимы. То есть, вот как язвенный колит, например, это кишечник. Значит, они работают в той области, в которой есть какое-то их, есть поражение, там, ткани каких-то. И вот это перепрограммирование клеток, как бы стволовая клетка может перепрограммироваться в любую другую ткань. Вот, и за счет этого заживают хорошо какие-то, скажем, вот язвенные процессы. Итак, другой, вот второй у нас был доклад тоже на Всемирном конгрессе хирургов в прошлом году, в девятнадцатом году, в Кракове, в Польше, вот, по использованию стволовых клеток для заживления ран после операции, после операционной периоде. И вот, опять-таки, касаясь бариатрических пациентов, например, мы, там, как правило, когда худеют люди, и у них быстро снижается вес, бывают проблемы с иммунитетом. Вот, они где-то ослаблены могут быть, вот там у кого-то анемии могут развиваться, могут там быть разные такие какие-то моменты, которые первое время после снижения, быстро снижения веса, они уже хотят, естественно, получить контурирующие операции, контурирующие телооперации. Но на таком фоне, если делать, бывают часто какие-то краевые некрозы, там, серомы, гематомы, какие-то вот возникают медленно заживающие эти большие раны. Мы, если мы говорим о абдоминопластике, там, они идут с липосакцией или торзопластикой, это операции, которые объемные очень, вот, большие раневые поверхности. Вот, поэтому у этих пациентов использование стволовых клеток дает возможность заживить раны лучше, быстрее, без, мы вообще не получили, скажем, пациентов с каким-то инфицированием или некрозом, там, тканей, вот, и гораздо быстрее заживают эти раны. Вот мы и доложили на этом конгрессе, тоже доклад вызвал такой интерес очень среди хирургов. Вот, ну, вот в этом плане. Сейчас работаем и в других направлениях тоже, в отношении других болезней, там, и в нейрохирургии, там, и, ну, и с сахарным диабетом, при сахарном диабете тоже у нас была работа, сейчас еще ведется она, вот, по лечению сахарного диабета, используя стволовые клетки. Ну, есть пациенты, которые, скажем, приезжали к нам и с какими-то патологией неврологической, Паркинсона болезнь, например, человек приезжает, получает наш курс лечения стволовыми клетками, и в течение, там, года его хватает, они приезжают на повторный курс, например, например, через год, и постепенно улучшается у них эта симптоматика. Вот, рассеянный склероз, там, какие-то другие патологии, вот, работают сейчас в отношении, вот, проблема же в целом мире, Альцгеймер болезни. Альцгеймер, никто не знает, у кого она может возникнуть, вот, мы знаем, что, и, как болезнь никого не щадит, знаете, как это, и американский президент уходит это от своих, от дел, или это рабочий просто человек, ученый, который, там, много читал, и простой рабочий, который, там, не имел этого. Тем не менее, болезнь, это до сих пор еще загадка для человечества, вот, или деменция, вот, старческая деменция, в котором исчезает память, там, и так далее. Вот, вот, это вот проблема восстановления нервных клеток, работы мозга и так далее. Вот это вот направление, в котором, ну, и мы работаем в этой области, и во всем мире работают, вот, чтобы как-то лечить этих пациентов. Мы работаем не только по Украине, вот, но к нам очень много людей приезжают и с Великобритании, и с арабских стран, с Америки. У нас большой такой зарубежный контингент еще есть, помимо наших, конечно, и украинцев.